Одна вопрос, которую я задумываю все время, как я смогла быть позитивным и мотивированным, в том, что было в последнее время, когда я потерял все деньги, я потерял свою свободу, я потерял своих детей, моя жена потеряла, да? И я подумал, я подумал, я сказал, что вот этот секрет. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Джордан Белфорд сегодня харизматичный оратор и успешный предприниматель. А в прошлом ушлый брокер и финансовый преступник, отсидевший в срок за мошенничество. На основе его автобиографических книг, которые он написал после тюрьмы, был снят фильм «Волк с Уолл-стрит», который станет центром разбора в этом видео. В молодости Джордан Белфорд хотел стать стоматологом, но он быстро забросил эту идею, когда его убедили в том, что стоматологи редко становятся богатыми. Вскоре после этого он начал работать в сфере продаж. Начинал он с малого, работал камевояжером, а позже заинтересовался торговлей на бирже. Благодаря уверенности в себе и обширному опыту в области продаж, Белфорту за короткий срок удалось построить крупную многомиллионную компанию. Но сделал он это незаконным путем. Взлет был такой же стремительный, как и падение. Сейчас Белфорд не менее успешно посещает разные страны в качестве мотивационного оратора. В жизни Джордана Белфорта уникальным образом сочетаются успех и поражение, честность и обман, уверенность в себе и страх. Мы постараемся понять, как Белфорту удалось убедить людей в своей значимости и компетентности. Как он смог заставить людей слушать себя. Основываясь на истории Белфорта, мы также поговорим о том, какую роль играют деньги в системе ценностей человека. Давайте обо всем по порядку. Джордан Белфорд в своей компании использовал метод холодных звонков и напрямую продавал акции незнакомым людям. Это очень навязчивый и неприятный метод продаж. Лично мне всегда проще самому знакомиться с информацией. Например, на сайте. И радует, что в наше время многие владельцы компании уделяют немало внимания тому, как должен быть оформлен сайт, чтобы нам, пользователям, было удобно и понятно. После этого мы уже самостоятельно принимаем решение о покупке той или иной услуги. Существует даже профессия, которая занимается проектированием интерфейсов, сайтов, веб-приложений, чтобы они были удобными и эффективно решали бизнес-задачи. Этим занимается цифровой дизайнер. Все, что касается дизайна и IT, сейчас востребовано и прибыльно. Средняя заработная плата от 100 тысяч рублей, и это не предел. Обучиться профессии цифрового дизайна можно в GeekBrains. Программа обучения длится 12 месяцев и рассчитана на полное погружение в сферу. Так что по завершении обучения вы будете профессионалом в новой области. Выпускники получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Вы можете самостоятельно распределять время обучения под ваш образ жизни и учиться с комфортом. Занятия проходят онлайн, но будут доступны и в записи. Если будут возникать какие-либо вопросы в процессе обучения, то преподаватели всегда готовы ответить и помочь. Обучаться можно из любой точки мира. Не важен ваш предыдущий опыт и умеете ли вы рисовать, вас научат всему с нуля. Вы узнаете, как работает индустрия дизайна изнутри, освоите такие инструменты, как Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda и другие. Уже во время обучения вы будете проходить стажировку в компании-партнере, решать реальные задачи и соберете портфолио готовых проектов. Многие студенты устраиваются на работу или берут первые проекты на фрилансе, пока учатся и тем самым окупают обучение. Но если вы не найдете работу, то GeekBrains вернут вам деньги. Сейчас действует скидка 62% на обучение, а платить можно в рассрочку. То есть стоимость в день будет дешевле чашки кофе. При этом первый платеж вы вносите только после месяца обучения. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и осваивайте востребованную профессию. Джордан Белфорд учит людей продавать и продолжает продавать сам. Раньше он продавал дешевые акции, сегодня его основной товар сам метод продаж. Но присмотревшись к Белфорту внимательнее, можно заметить, что все это лишь поверхность. С помощью своего напора, артистичности и энтузиазма он смог бы продать акции, бытовую технику, услуги, да что угодно. Что же на самом деле продает Джордан Белфорд и как? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним предысторию, показанную в фильме. Джордан Белфорд сдал экзамены, получил брокерскую лицензию и был полон энтузиазма работать на Уолл-стрит. Но его первый рабочий день стал последним. Однако, даже за такой короткий срок Белфорту удалось много понять о том, как устроен мир продаж. На его мировоззрение значительное влияние оказал брокер Марк Ханна. Именно он помог Белфорту сформулировать некоторые правила торговли и обращений с деньгами. Первое правило, которое вынес для себя Белфорд – язык денег, это язык ругательств. До встречи с Ханной Белфорд держался скромно. Но, понаблюдав за ним несколько часов, Белфорд быстро стал применять это правило в дальнейшем общении. Он стал вести себя раскрепощенно и не сдержанно. Зарабатывание больших денег – это стресс. Поэтому нужно иметь способы снять напряжение. Причем быстрые. В начале фильма у Белфорта была установка, что большие деньги могут зарабатывать только плохие люди. За прошлый год я заработал 300 тысяч долларов, а другой парень за нашим столом больше миллиона. Миллион долларов. Могу себе представить, какой это подонок. После встречи с Ханной Белфорд от этой установки испавился. Нельзя сказать, что все эти правила пошли Белфорту на пользу. Они помогли ему быстро взлететь. Но из-за них же Белфорд потерпел крах. Быстрые способы снять напряжение, такие как наркотики и секс, кажутся безобидными только поначалу. За короткое время они перестали быть способами снять напряжение и стали зависимостью. Белфорд избавился от установки, что большие деньги зарабатывают нечестные люди. С одной стороны, это дало ему свободу мышления, но с другой – карт-бланш на совершение нечестных поступков. Я поднимал цену, он продавал и большую часть прибыли подгонял. Уже догадались? Мне. Только наличка. И все мимо кассы. Незаконно это ни хрена. Но мы загребали столько бабла, что не знали, куда его девать. Правила, усвоенные от Марка Ханны, стали для Белфорта инструментами достижения цели. Но больше всего Белфорта поразили не они, а те ощущения, которые создавал мир торговли акциями. Я влюбился в этот мир сразу же. Мир, где царит постоянное ощущение эмоциональных качелей, которые приносят моральную выгоду в виде чувства превосходства и финансовую выгоду – вот главный наркотик, на который потел Белфорд. Акции – это только инструмент вхождения в этот мир. Но продавал Белфорд не их. Пыль в глаза. Этого ничего нет ни в природе, нигде. Это не материя. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Белфорд продавал не прибыль и не потенциальный доход от вложения в акции. Он продавал надежду на богатство, уверенность в том, что человек делает правильный выбор, вкладываясь в акции, которые он советует. Он продавал приятные эмоции и обмен энергией. Настоящий Белфорд до сих пор придерживается этого мнения. Интересно, что Белфорд сам по себе харизматично уверенный в себе. Белфорд смог обучить своему методу продаж напарников, которые особым талантом в продажах не отличались. Позже Белфорд обучил своему методу продаж и других сотрудников компании. Коммуникация с клиентами у Белфорда проходила по телефону, то есть с помощью вербальных инструментов. Выходит, что Белфорд в своем методе учит определенным фразам и техникам. И эта памятка, парни, ваш новый гарпун с ее помощью, каждый из вас станет капитаном, мать его, Ахабом. Речевые приемы, которые использует Белфорд, позволяют ему удерживать внимание потенциального покупателя и заставляют доверять ему. Давайте проанализируем, что это за методы и почему Белфорд использует именно их. Белфорд утверждает, что, чтобы контролировать речевую ситуацию, не нужно постоянно говорить. По мнению Белфорда, для установления контакта с клиентом у продавца есть всего 4 секунды. И за это короткое время нужно успеть сделать сразу несколько вещей. Первое. В разговоре важно сразу зацепить собеседника, проявив резкость и быстроту мышления. Вы отправили нам открытку пару недель назад с вопросом о дешевых акциях с наибольшей возможностью роста и наименьшим риском падения. Второе. Проявить невероятный энтузиазм, который показывает, что вы уверены в том, что говорите на 100%. Наконец, нужно выглядеть в глазах слушателя авторитетно. Покупатель должен поверить в то, что вы досконально разбираетесь в теме. Компания называется Aerotime International. Самые передовые технологии местного производства. Таким образом, показывая себя экспертом, демонстрируя свой энтузиазм и невероятную уверенность, Белфорд научил своих партнеров, которые не были такими же талантливыми продавцами, как он, убеждать клиентов в необходимости покупки. В своем роде это можно назвать мастерством перевоплощения. Исходя из своего опыта, Белфорд научил своих сотрудников перевоплощаться из неудачников в успешных продавцов, которые не принимают отказ. Белфорд и сам провернул такой трюк с перевоплощением на себе. Он был, по своему собственному мнению, неудачником. Мало зарабатывал, не обладал роскошным имуществом, не был окружен красивыми женщинами. Это его не устраивало. И после встречи с Ханна, он решил превратить тебя в богатого и успешного человека в кратчайшие сроки. Успешность продаж Белфорда зависела не только от его ораторских способностей, но и от некоторых хитростей, которые он применял еще до звонка. Талант Белфорда в продажах – это и его сила, и слабость. Далеко не все люди понимают, что хотят другие. Этим редким качеством обладает Белфорд. Это его сила. Слабость же заключается в том, что Белфорд может вести себя так, будто он действительно хочет дать людям то, что они хотят. При этом его совершенно не волнует, что люди не только этого не получат, но и много потеряют. Главное для Белфорда в продажах – не принимать отказ. Мои убийцы! Мои убийцы, не терпящие ничьих отказов! Но почему для него это так важно? Почему Белфорд мог принять отказ одного клиента, но получить согласие другого? Это может выглядеть как выдающаяся целеустремленность и упорство. Но за этим стоит другой мотив. Белфорд не принимает отказ, так как боится его. Отказ для него означает снижение уровня его значимости и престижа. Поэтому важно сделать все, что в его силах, чтобы клиент ни в коем случае не отказал ему. Многие люди ставят себе высокие цели, но в итоге их не добиваются, так как боязнь отвержения поражает в них страх и неуверенность в себе. Отказы – это естественная часть любого пути, и особенно карьерного роста. Первое выступление Джима Керри в качестве комика было провальным. Публика его отвергла. Но отказ не помешал Керри стать одним из самых успешных и востребованных актеров мира. Важно научиться не позволять отказу влиять на нашу решительность. Белфорд боялся отказа, и поэтому всеми силами хотел его избежать. Отсюда и агрессивные методы продаж, которые не дают покупателю права выбора. Перевоплотившись в успешного, богатого и напористого человека однажды, Белфорду понравилось это настолько, что он решил не снимать маску. Она давала возможность получить это покупателю выгоду очень быстро. Но не менее важно не оказаться пойманным, не позволить клиенту разоблачить себя. Поэтому в основе метода Белфорда на пористость, агрессивность и резкость нужно как можно быстрее получить от покупателя выгоду, воспользоваться его доверием и уйти, пока его не разоблачили. Публичные выступления Белфорда, которые мы часто видим в фильме, не менее убедительны, чем продажи по телефону. Но в публичных выступлениях нужно уметь оказывать влияние не на одного человека, а на большое количество слушателей. И для таких случаев у Белфорда тоже есть определенные уловки. За много лет Белфорд отточил мастерство публичного выступления. Успешность такого выступления складывается не только из лингвистических, то есть языковых факторов, но и из внешних факторов, которые формируют коммуникативную стратегию. Они могут кому-то показаться очевидно простыми в исполнении, но важно не только освоить каждый пункт в отдельности, но и научиться сочетать их, что и сделал Белфорд. Чтобы публичное выступление прошло удачно, необходимо ответить на вопрос, кто целевая аудитория и каковы их цели. Затем нужно определить контекст, понять, в каких точках интересы спикера пересекаются с интересами его аудитории. Следующий шаг – создание атмосферы. На этом этапе важно понять, какие эмоции должны испытывать зрители во время и после выступления. В случае Белфорда это определенно мотивированность, уверенность и душевный подъем. Также стоит определить, какие техники будет применять говорящий, чтобы установить контакт с аудиторией и зацепить ее внимание. И, наконец, нужно придумать, чем это выступление будет отличаться от других, в чем будет его особенность. Чтобы создать атмосферу эмоциональной приподнятости и волнения, Белфорд не начинает выступление сразу. Он заходит в зал через несколько минут после того, как собрались слушатели. В начале Белфорд создает интригу, которая мотивирует людей сосредоточиться на его словах. В выступлении он начинает с рассказа истории. История – важный элемент удержания внимания. Люди живут, обмениваясь историями. Они звучат интереснее, чем сухой доклад, потому что они содержат эмоции, к которым слушатель может подключиться. Когда я открыл Стреттен Окмент с Донни Эйзофом, я знал, что придет когда-нибудь день, когда наши пути разменутся. И вот теперь я с горечью в сердце должен сказать вам, что этот день наконец настал. Во время выступления Белфорд устанавливает контакт или рапорт. Рассказывая историю, Белфорд создает себе образ некого спасителя, помощника, который может дать шанс каждому и проявляет заботу о тех, кто работает с ним. Он помогает людям в беде и делает их богатыми и успешными. В этом прослеживается его манипулятивное действие на аудиторию. И придя ко мне устраиваться на работу, она попросила 5000 долларов авансом, чтобы только заплатить за учебу сына. Что я сделал, Кимми? Ты выписал чек на 25 тысяч долларов. Белфорд стремится замотивировать своих сотрудников зарабатывать. Причем много. Именно в этом месте его интересы пересекаются с интересами его аудитории. Он понимает, что его целевая аудитория – это люди, которые хотят жить и зарабатывать, как он. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. В начале выступления он создает мотивацию и интригу. Затем он рассказывает суть этой интриги и в конце наступает главный момент, когда мотивацию нужно усилить до предела. В таких случаях Белфорд снова использует эмоции. Он повышает громкость голоса и таким образом он отключает у слушателей их рациональную часть, которая отвечала за усвоение информации. И включает эмоциональную часть, которая ответственна за вовлечение. Будьте жестоки! Вы телефонные мать вашу террористы! А теперь давайте отнимаем этих ублюдков! Выступление Джордана Белфорда делает отличительным элемент спонтанности. Порой он делает что-то, что вряд ли можно спланировать на волне эмоций. Он заходит в центр толпы, показывая тем самым свою общность с аудиторией и сокращая дистанцию с ней. Мои правые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен! Для создания эмоционального вовлечения совершенно не обязательно вести себя так же вызывающе, как Джордан Белфорд. Но важно придумать способ постепенно приводить слушателей эмоции, удивления и восхищения. В 2007 году Стив Джобс выступал на презентации нового iPhone 4. Он начал выступление с заявления, что Apple представит сразу три революционных продукта. Зрители, естественно, подумали, что сейчас речь пойдет о трех разных продуктах. Но Джобс перевернул их ожидания, заставил удивиться и восхититься. Таким образом, Джобс плавно перевел аудиторию к эмоции удивления и восхищения. То же самое делал и Белфорд. Только в его случае это сопровождалось яркими эмоциональными выплесками. Люди, которые слушают Белфорта, это армия его последователей. Почти что секта. Это люди, которые безоговорочно верят его словам. Именно они и являются движущей силой Белфорта. Те, кто не разделяет его идеалы, сразу же исключаются из коллектива. В начале пути Белфорд хотел попасть на Уолл-стрит, но затем пришел к тому, что создал собственную компанию вне Уолл-стрита. Почему же он, обладая высоким уровнем упорства, не попытался снова попасть туда? В этой ситуации снова сыграл фактор страха. Белфорд уже однажды был отвергнут Уолл-стритом, когда произошел финансовый кризис. Уолл-стрит оказался не таким стабильным. В собственной компании Белфорд собрал вокруг себя людей, которые не относятся к нему скептически и которые априори его уважают. На их фоне он выгодно выделяется. На Уолл-стрит Белфорд ничем не отличался от других брокеров. Ты будешь звонить по телефону 500 раз в день, пытаясь соединить меня с богатыми бизнесменами. Именно поэтому Белфорту было выгоднее создать свой отдельный мир, которым он собрал только тех, кто изначально ему верит. Там никто, в том числе он сам, не сможет усомниться в его авторитете. Приемы и уловки, которые использовал Белфорд в своих выступлениях, не универсальны. Но они точно сработают на тех, кто доверяет ему. В конце своего мотивационного выступления Белфорд призывает слушателей к действию. Он понимает, что недостаточно будет просто сказать «сделайте это». В основе его мотивации, которую Белфорд использует как инструмент влияния, лежит стремление каждого человека легким способом избавиться от всех своих проблем. Он стремится закрепить сознание своих сотрудников алгоритм действий. «Сделайте, как я говорю, и вы решите все свои проблемы». И в разговорах по телефону и в публичных выступлениях Джордан Белфорд использует один и тот же элемент, который объединяет его со слушателем. Это финансовая мотивация. «Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек!» Простая истина заключается в том, что наличие денег предпочтительнее, чем их отсутствие. Белфорд знает это как никто другой и применяет это знание, чтобы склонить людей на свою сторону. Давайте попытаемся понять, почему финансовая мотивация настолько эффективна. Изначально у денег не было психологической нагрузки. Они служили средством обмена. Но сейчас психологическая нагрузка денег настолько обширна, что она затрагивает практически все аспекты нашей жизни. Человек – существо социальное, и у него есть нужда в реализации своих потребностей. Многие из этих потребностей, например, потребность признания или принадлежности группе, могут быть удовлетворены только через коммуникацию с людьми. Коммуникация – сложный процесс. Вступая в коммуникацию с кем-либо, важно правильно ставить цели, выражаться так, чтобы быть правильно понятым, уважать интересы собеседника. Этого трудно добиться, особенно не обладая коммуникативной грамотностью. Бывает, что человеку сложно реализовать свою потребность через коммуникацию. Что не удалось с людьми, переносится на деньги. Какие потребности могут удовлетворять деньги? Прежде всего, потребность в безопасности. В таком случае деньги заменяют людей, которые не оцениваются как источник безопасности. Деньги могут использоваться для преодоления тревоги. Также деньги удовлетворяют потребность в свободе. Они освобождают человека от повседневной рутины и ограничений. Еще одна потребность, которую удовлетворяют деньги – любовь. Деньги могут заменять эмоциональную близость и использоваться для того, чтобы купить преданность или привязанность. Наконец, деньги могут реализовывать потребность во власти. С помощью денег человек может чувствовать превосходство над другими людьми и купить право на это чувство. Люди, придающие деньгам именно такой смысл, склонны унижать, подчинять и контролировать. С помощью денег Белфорд закрывал свою потребность во власти и превосходстве. Больше никто не скажет, что я вошен. В одном из интервью он признался, что его основной мотивацией заработка было желание заполучить восхищение сверстников и внимание женщин. В своих мотивационных выступлениях Белфорд наделяет деньги вышеперечисленными смыслами. С помощью денег можно завоевать любовь, обеспечить свою безопасность и свободу, вызывать восхищение. Вы задолжали по платежам за кредит? Вас выгоняют со съемной квартиры? Ваша девушка считает вас жалким, ничтожным лузером? Подняли трубку, набрали номер! Выходит, что дело не в самом факте наличия денег, а в том, какими смыслами обладатель денег их наделяет. Призывы к действию Белфорда на публичных выступлениях и в телефонных звонках работают эффективно, потому что Белфорд наполняет деньги психологическими смыслами и передает эти смыслы слушателю. Если слушатель соглашается с этими смыслами, то у него не остается выбора. Он делает то, что говорит Белфорд. Когда у человека много денег, может сложиться ощущение, что деньгами можно заменить людей и избежать процесс коммуникации. Но так ли это? В жизни Джордана Белфорда было одно важное обстоятельство, которое помогло ему усилить внутреннюю уверенность в себе. Фактически он не смог попасть на Уолл-стрит и проработал там всего один день из-за финансового кризиса. И тогда он создал собственную компанию на основе той, в которую он попал, когда искал работу. Белфорд, у которого были большие планы на жизнь, оказался среди людей, которые не имели к жизни таких же завышенных требований. Белфорд внутренне сравнивал себя с ними и в этом сравнении выигрывал, что давало ему чувство превосходства и уверенности. Он основал компанию, в которой стал лидером благодаря своей харизме и особому методу продаж. И он читал, что на этом поприще никто его не перепрыгнет. В его замкнутом мире под названием Stratton Oakmont он был богом. Это чувство превосходства помогло ему добиться больших высот, но и сыграло с ним злую шутку. Белфорд заработал столько денег, что оказалось, их просто некуда девать. Но каждый раз Джордану надо было получить их все больше и больше. Когда на него вышли агенты ФБР, у него был шанс покинуть компанию, при этом остаться при деньках. Но в момент своей мотивационной речи он передумал уходить, потому что снова испытал то опьяняющее чувство, из-за которого он изначально влюбился в мир акций. А знаете, я не уйду. Не дождутся, суки! Ситуация вышла из-под контроля и Белфорд потерял равновесие. Те суммы, которые раньше казались немыслимыми, стали нормой. Это перевело к безрассудству, на фоне которого Белфорд совершал все более аморальные поступки, среди которых попытка подкупить сотрудника ФБР. Если я не ошибаюсь, вы сейчас пытались подкупить федерального агента. Немалую роль в моральном падении Белфорда сыграли наркотики, которые негативно сказались на его отношениях с семьей. В агрессивном стремлении к деньгам Белфорд потерял свою личность. Он игнорировал тот факт, что в успехе важны не только счета в банке, но и межличностные отношения. Белфорд относился к окружающим с пренебрежением. Его успех оказался непрочным не только потому, что был незаконным. «Неужели это законно? Незаконно это нихрена!» Но и потому, что деньги вели Джордана в заблуждение. В крушении началось момент, когда он поверил, что деньгами можно заменить людей, купить их восхищение и преданность. Если бы Белфорд решил свои внутренние и внешние проблемы с помощью денег и на этом остановился, он смог бы таким образом прийти к балансу. Но этого не произошло, потому что само обладание деньгами и, как следствие, наличие власти изменили его понятие морали. То, что раньше было делать нельзя, стало казаться нормальным. Это привело к крайнему уровню эгоизма. «Мы кладем в Монако, чтобы оттуда попасть в Швейцарию». «Но у нее тетя умерла». «Я все понимаю, но у меня дела в Швейцарии, я должен туда попасть». Когда границы морали Белфорда начали меняться, он все чаще находил нелогичные оправдания своим поступкам, чтобы чувствовать себя спокойно. «Да, я впаривал им дерьмо, но рассуждал я так. Пускай лучше эти деньги будут в моем кармане, и я сумею грамотнее их потратить». Белфорд получил наказание за поступки, которые совершил. Люди, которых обманула компания Белфорда, скорее всего, рассчитывали, что он будет наказан по всей строгости. Однако этого не произошло. Белфорд вышел из тюрьмы раньше положенного срока. Да и само его заключение не было таким уж сложным. После срока Белфорд выходит на сцену уже в качестве мотивационного спикера. Зал заполнен людьми, которые внимательно его слушают. По сути, ничего не поменялось. Белфорд все еще продает, а люди все еще покупают. Можно ли сказать, что сейчас, когда прошло много лет после событий, показанных в фильме, Белфорд изменился? Об этом трудно судить только по его публичным высказываниям. Но, если им верить, Белфорду удалось перенастроить свой моральный компас. Нынешний медийный образ Белфорда также отличается от предыдущего и строится преимущественно на противопоставлении прошлого и настоящего. Сейчас Белфорд в глазах многих людей выглядит как человек, который имел грандиозную идею, но совершил много ошибок на пути осуществления этой идеи, потом признал ошибки и начал двигаться дальше. Именно за эту грандиозную идею и за талант в области продаж и мотивации, как считают многие, можно простить Белфорду его ошибки. История Джордана Белфорда в каком-то смысле похожа на историю Сергея Мавроди. Так же, как Белфорд, он создал финансовую схему, от которой пострадало огромное количество людей и большинство считало его мошенником. Однако сейчас можно проследить, что отношение людей к Мавроди несколько изменилось. Его по-прежнему считают мошенником, но многие восхищаются им, называя его непонятым финансовым гением и новатором. Цитирую Сергея Пантелеевича Мавроди. «Когда все доступно, ничего не хочется. Там на вершине ничего нет, там вакуум. Но чтобы это понять, туда надо залезть. Я вот слазил и узнал». Да, там вакуум действительно. Если раньше Белфорд не хотел делиться своей прибылью, то сейчас, по крайней мере публично, он учит людей тому, что надо возвращать долги. Хотя по сей день Белфорд не выплатил деньги инвесторам, которые пострадали от него много лет назад. Трудно сказать, как развивалась бы ситуация, если бы Белфорда не арестовала полиция. Продолжил бы он наживаться на доверчивых людях, не разбирающихся в акциях, или в какой-то момент все-таки остановился бы. И о чем он жалел больше? О том, что подставил людей, или о том, что был пойман? Джордан Белфорд хотел показать людям, что все проблемы можно решить с помощью денег. Но в его жизни деньги не решили его проблемы, а создали новые. Сначала он хотел разделить доход с покупателем акций, но потом быстро понял, что большую часть прибыли он может присвоить себе. Амбиции Белфорда породили в нем не только целеустремленность, но и жадность. Сегодня Белфорд перенаправил свой опыт и знания в сферу публичных выступлений. Он учит людей продавать и стремится их замотивировать. Кажется, он и сегодня сможет продать нам что угодно, даже эту ручку. Но сейчас он продает преимущественно себя и свой личный бренд. Белфорд – отличный оратор, у которого можно подчеркнуть элементы успешного публичного выступления. У него есть не только коллекция вербальных и невербальных уловок и приемов манипуляций, которыми можно овладеть, но и страсть и энтузиазм, которым невозможно научиться. Но он применял свою силу в неблагородных целях. И это привело к тому, что он потерял чувство равновесия. Стремление получить исключительно большое количество денег может привести к выбору неправильных жизненных ориентиров. Они, в свою очередь, не только сбивают с пути, но и вызывают страшный аппетит. И чтобы его удовлетворить, нужно каждый раз повышать дозу. Бывает, что поступив морально неправильно, человека добиваются успеха. Это ведет к чувству превосходства и жадности, которое заставляет набирать обороты. Наш мир полон соблазнов, им трудно противостоять. Нужно каждый раз выбирать и отвечать им «нет», а это требует большого количества моральных ресурсов. Чтобы чувствовать себя гармонично и твердо стоять на ногах, лучше изначально построить для себя прочный фундамент, который не будет вынуждать раздвигать рамки морали в негативную сторону. А кем, по вашему мнению, является Джордан Белфорд? Талантливым предпринимателем или мошенником? Вкладываете ли вы такие же смыслы в деньги, какие вкладывал Белфорд? Поделитесь своим мнением в комментариях. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА